Продолжаем наш разговор с бывшей монахини, иконописцем, чье творчество обожествляется Русской Православной Церковью до сих пор. Несмотря на то, что она охаивается, эта церковь иконописцем бывшим Валентиной Муренковой. Но, Валя, потрясающий рассказ, конечно, о расцерковлении твоем, и здесь видна именно твоя заслуга собственная. Вот это твой внутренний, внутреннее, что-то внутри тебя, что заставило пересмотреть отношения, что возмутилось, что вот это какой-то наперекор в тебе, этот протест внутренний против того, что ты видела в церкви, этого безумия, несоответствия, значит, вот этой реальности, благим намерением, благим пожеланиям, потом вот это критическое восприятие всего этого. У тебя же хорошее образование, наверное, школьное было, да? Ну, у нас в школе всех учили, как бы, вот. Может быть, благодаря этому как раз ты... Да нет, вот как раз тут я отключила все. У меня просто семейные традиции были, что я, у нас семья была воинствующих атеистов, еще мой прадед был воинствующим атеистом, у меня, естественно, и моя мама занималась атеистической работой, моя бабушка была атеисткой, но это все пошло прахом. Да, но вот эта сила рода потом все-таки тебя, видимо, вывела. Ну, не знаю, нет, скорее всего, но это очень сложно объяснить. Так вот, мы продолжим этот разговор, да? То есть мы упомянули о том, что на моих глазах было несколько таких сложных ситуаций, вот, когда люди, облаченные высоким церковным иссаном и властью, вели себя странно, да? Потом сложно было понять, когда, вот понимаете, то, о чем я рассказываю, может увидеть человек, который находится в глубине церкви, в глубине вот этого церковного коллектива, тела Христова, да? Потому что снаружи этого не увидишь. Когда ты видишь, на что идут деньги, на что они тратятся, вот эти огромные-огромные деньги, когда ты понимаешь, как через монастыри это все отмывается. Но надо сказать, что вот стоит пожить в монастыре хотя бы год-другой, ну, это можно назвать в каком-то смысле кахозом, коллективным хозяйством, когда сестры, которые там работают, да, они работают день и ночь, но они уже понятия не имеют. Через год-другой они, во-первых, забывают свою специальность, чем они там до этого занимались. Они вот перестают понимать, сколько что стоит, сколько стоят продукты, сколько они стоят в магазине, но они туда не ходят, нет. Они перестают понимать, сколько стоят медицинские услуги и вообще как живут в этом мире. Просто это знание отключается, да? Естественно, они перестают понимать как бы микро-макроэкономические всякие условия в жизни монастырей, государстве вокруг, перестают понимать, что там вообще политика какая-то есть. Ну, все, они выключаются из этого мира, да? И, конечно, с такими людьми можно делать все, что угодно. Вот, на моих глазах были страшные церковные скандалы по поводу, например... Первое страшное дело было про эти самые несчастные ННН, когда люди отказывались от паспортов. Причем их к этому призывали духовники, потому что принявший, значит, вот этот несчастный налоговый номер уже становился, принимал печать Антихриста. И их отказывались, например, венчать, их отказывались причащать, их отказывались даже отпевать, потому что он уже принял печать Антихриста. Это страшно было, вот, можно сказать, бунт такой церковный был. Ладно, пережили эти ННН. Началась следующая беда. Была объявлена перепись населения. Вы не представляете, что творилось в монастырях. Целые монастыри уходили вообще, снимались и уходили, несмотря на то, что правящий архиерей договаривался, чтобы, ну, перепись нужна, страну надо как-то посчитать, сколько людей. Даже вот в монастыре, чтобы всех покормить, надо знать, сколько у тебя людей, да? И, значит, в священном начале там договорились, что в монастыре будут переписывать людей по четырьмя пунктами – фамилия, имя, отчество и год рождения. И даже, чтобы не участвовать в такой переписи населения, целые монастыри поднимались и уходили, кто в поля, кто в горы, кто в тайгу, кто в пещеры, чтобы только не записать свой Антихрист. Ладно, пережили это, началось следующее. И вот так вот бесконечно… А, ну там, конечно, был конец света, еще, ну как же без этого? Вот. И вот такие вот бунты сотрясают церковь до сих пор. Вот сейчас опять конец света. Рассказывают. Три мы уже пережили, и этого не будет, не будет. Расслабьтесь, успокойтесь, живите нормальной жизнью. Все, что от вас требуется, это ваше внимание, ваша жизнь и ваши деньги. Вот, предупреждаю. Ну вот, и так на моих глазах вот это все разворачивалось. В какой-то момент у меня просто включилась голова. Ну, там были просто страшные истории на моих глазах. Вот. Потом мне стали сниться сны о нормальной жизни. Это не значит, что у них там были какие-то фантазии мои, например, блудные или что-нибудь еще в таком духе. Нет. Просто мне стало сниться нормальная человеческая жизнь, которые я, в принципе, вокруг себя уже и не видела. Потому что все мое крушение так или иначе было каким-то вот таким вот. И вдруг в какой-то момент, знаете, как проснулась. Я думаю, что я здесь делаю? Что я здесь делаю с людьми, которые год от года становятся все более больными и на голову, и на тело. Я сама с каждым годом становлюсь, все-все, мое здоровье портится, у меня в голове неизвестно что. То есть все признаки душевных болезней на лицо. Ну, прежде всего, депрессия, конечно, это понятно, да. Ну и все остальное. Шизофрения наверняка какая-то там на грани. Ну, надо сказать, что вот эти глубокие духовные состояния, они... Я думаю, что это уже шизофрения в той или иной степени. Вот так вот. По крайней мере, это все... Ну, если даже провести эту грань между глубокими молитвенными состояниями шизофрении, я думаю, что грань это очень тонкая и очень подвижная. Вот. Это мое искреннее убеждение сейчас. Потрясающе, Валя. Это очень интересно, что ты сказала. Мне стало сниться нормальная жизнь. Или вот вам знаменитая, да, иллюстрация изречения фразы «Жизнь есть сон, а сон есть жизнь». Наверное. И вот с тех пор я стремлюсь... Вот, мы уже так назвали предыдущий ролик, что я борюсь, во-первых, со своей праведностью. Да, это раз, вот с теми церковными установками о праведности. А моя мечта – научиться жить обычной нормальной жизнью. Это очень непросто. Правда. Ну, ты живешь уже обычной нормальной жизнью. На самом деле... А чего тебе не хватает, скажи мне? Вот что тебе мешает сейчас жить обычной нормальной жизнью? Объясню. Все это время, прежде всего, церковь борется с творческим началом человека. В церкви считается, что творец у нас один, а ты тварь. И ты можешь... Ты не можешь творить, ты можешь только вытворять. И любые творческие состояния на них в церкви табу. Табу, жесткое. И что каково-то художнику отказаться от этих творческих состояний, когда на каждой исповеди, изменяя их, вот так, что называется, клещами вытаскивали, да? Вот. И бесконечно жалко тех 17 плодотворных лет. Да, я состоялась как церковный художник, но сейчас-то это моя профессия. Ну, можно сказать, у меня профнепригодность. Я не могу писать иконы с той верой, как я делала это раньше. Ну, честно говоря, мне это противно делать. Вот правда. Я могу это сделать, ну, просто, ну, как книжную иллюстрацию нарисовать, да. Я могу это сделать. Но вложить в нее то, то чувство, какое я вкладывала в прежнюю свою работу, нет, конечно. Это бред вообще. Я уже как-то рассказывала о том, вообще, какой это все бред. Ладно. Вот, могу повторить как-нибудь. И вот получается, что вот сейчас, когда по российским меркам у меня уже настал пенсионный возраст, мне нужно сделать прорыв в искусстве. А это очень нелегко. И вот, как бы, душа жаждет каких-то таких прорывных проектов. И идей у меня масса. А это ж надо теперь сделать. А в этом мире не так просто продвинуться. И вот это вот все. То есть, нереализованный творческий потенциал, вот, что мне дает жить нормальной такой вот творческой жизнью. Бабенько, но... Ну, здоровье, конечно, потрачено. Прорыв сделать не могут миллионы людей, которые в церкви не были совсем. Ну, вот, что тебе мешает сейчас? Вот ты живешь уже в миру. Ты к церкви отношений не имеешь. Ты уже волосы даже покрасила себе. Ты стала художником, книгу написала, вот, даешь интервью, прекрасное интервью. Мало кто так может говорить, мало у кого такая биография, мало таких просмотров. Журналисты здесь, их не смотрят вообще. Нет столько просмотров, они абсолютно непопулярны. Ты мегапопулярна, по сути, одна из немногих популярнейших личностей из Эстонии. Вот, на Ютьюбе, и тебя же многие знают. Ну, так, очень многие могли бы пожаловаться, вот, и просто сорвав у тебя с языка вот эти слова. Но, что тебе мешает с твоим прекрасным образованием, жизненным опытом, умениями и навыками? Что? Что тебе мешает жить нормальной жизнью? Ну, понимаешь, как бы я не хочу в данном случае здесь не оправдываться ничего. Безусловно, моя жизнь сейчас более чем нормальная. Это я имею в виду, что по сравнению с тем, что было. Во-первых, ну, уж отношуешься к здоровью, которое, как бы, в том числе и психическое здоровье, и душевное здоровье. Вот эти душевные силы, которые, ну, понимаешь, вот у человека есть какой-то, да, я могу себя накрутить, да, я могу выплеснуться, да, я могу. Вот те силы, которые были вот в песок, как вода ушла, вот в это все, все эти годы вложены. Ну, есть у человека какой-то запас, есть возраст, когда это легче всего делается. Сейчас это очень непросто в российском пенсионном возрасте это делать. А вот это очень правильно ты сказала и очень хорошо заметила. И пусть это для всех будет уроком, что ресурсы нашей психики, они не безграничны. И время бесценно, бесценно время, вот чего мне бесконечно жаль, это бесцельно прожитых лет, потраченных неизвестно на какие мифы, неизвестно на какие химеры, неизвестно на какую, ну, понятно, и сколько туда было, вот когда меня тут обвиняют в чем-то. Вы просто посчитайте мои незаработанные деньги, и сейчас я получаю эту смехотворную российскую минимальную пенсию, которой жить невозможно. Невозможно и все, нигде, ни в России, ни где-то за границей. На 9600 рублей прожить нельзя нигде, вы понимаете? Ой, что же... Но я хоть ее получила, у остальных и такого нету. Ой, а что же российское православное государство так относится-то к людям, которые, по сути, укрепляли это православие, работали на оболванивание российских граждан, а теперь что же, 9600? Вот знаешь, у других и такого нету. У меня есть близкая подруга, которая, кстати, очень остается верующим человеком, которая проработала 25 лет регентом в церкови. Ее хор занимал все первые места на всех фестивалях, на международных и так далее. В результате за 25 лет вот такой вот работа, это день и ночь, утро весь, что такое быть регентом хора, детского, девичьего. Потому что понятно, что она им всем еще и мама. И все проблемы, и профессиональные такие, и сякие, и душевные, и духовные и так далее. Она их все разруливала, 25 лет. В результате она не жалуется, она верующая, она осталась церковным человеком. В результате у нее даже этой минимальной пенсии не набралось, потому что все же это в конвертах, все это в серой зоне находится, ни в каком пенсионном фонде это там зачастую не отмечается. И в итоге она писала унизительно, она еще кавалеру ордена, то есть церковного и так далее. И она писала унизительную письмо в пенсионный фонд, чтобы ей хотя бы до минималки дотянули, понимаете? А у других и такого нету. И вот знаешь, если бы я нашла какого-нибудь крутого правозащитника, я бы, пожалуй, подала на них в суд. Какой-то международный. Но я, к сожалению, не обладаю. Если вдруг меня слышит человек, у которого есть такой потенциал, знание и опыт юриста, то я бы хотела создать такой прецедент. Вот честно. Иногда просто очень хочется. Не потому что мне, я заработаю. Ну, просто создать прецедент. Что это на самом деле безнравственно. Ну, как все в России безнравственно. Что от государства исходит, а церковь слилась с государством, и там безнравственно все. И прежде всего все, что касается денег. Вот так. Ну, если нас смотрят юристы. Валентина Маренкова против РПЦ. За деньги. Если нас смотрят юристы, и они могут ответить на твой вопрос относительно судебных перспектив, то ответьте, пожалуйста, дорогие юристы. Я хотел... За 17 лет бесплатной работы. Да. И потраченное здоровье. Вот так. Да. Ну, а несколь всего скажу, что все-таки это было добровольное. Добровольное, да. Тебя запугают до потери пульса, да. Так что ты умрешь послезавтра, там, и все такое. И конец света. Как я... У меня уже мой духовник стал, значит, настоятелем. Я к нему в какой-то момент говорю, батюшка, ну, может, вы теперь уже настоятель храма, а может, вы у меня как-нибудь хоть уборщица оформите, он мне сказал. Да ты что? Он, антихрист уже в мир пришел. Ты думаешь, тебе антихрист пенсию будет платить? Да мы до нее просто не доживем. Прошло 20 лет. Антихриста все нет. И пенсию мне платить никто не собирается, да? Да, ну, конечно, конечно, можно сказать, что это просто мошенничество. Да нет, нет, он на себе не заработал ничего. Да, но в любом случае надо начинать с российских судов. Попробуй написать в прокуратуру, например. Да, да, да. Сейчас, сейчас. Аргументируй, что они ответят. Да, 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 да. И так, если бы я не в Эстонии была, меня бы уже давно запросто посадили за оскорбление чувств верующих. Я же сейчас нарушаю российский закон со страшной нечеловеческой силой. Так что вот не надо мне тут рассказывать. Нет, ты ничего не нарушаешь. Я считаю, ты ничего не нарушаешь. Ты рассказываешь о своем опыте и даешь оценку религиозной организации. Все, здесь нет никакого оскорбления чувств верующих. Это российское законодательство. Но закон в России, конечно, что дышло. И он не работает, и все это прекрасно знают, что все могут повернуть как угодно. Как угодно. Ну, да. Варенька, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, ты сказала, что страшные истории творились на твоих глазах. А могла бы ты какую-нибудь такую ужасную историю рассказать нам? Что тебя напугало, что так впечатлило? Ну вот, опять-таки, когда ты становишься своим, да, когда ты становишься очень близок или к какому-то церковному коллективу, монастырю, например, или ты, когда становишься духовным чадом какого-нибудь известного старца, то у тебя на глазах очень интересная вещь происходит. Вот было одно время я это... Вот это уже будет описанная история в следующей части моей книги. В этой ее нет. Был такой знаменитый старец, он почил, к нему ездили тысячи, к нему моталась вся московская интеллигенция, члены правительства и так далее. Вот. Это был очень немощный человек. А как его звали, можешь сказать? Его звали старец Алексей. Он был очень немощный человек, скованный с рождения, ну, с младенчества ДЦП. Он не говорил. Он вот так вот, у него были скрюченные ручки, и он вот этим каким-то мизинчиком... Была такая на картонке табличка с алфавитом, он очень быстро показывал текст. Ну, это был удивительный человек на самом деле. Ты очень быстро привыкал читать вот этот текст, так что через какое-то время у тебя возникала иллюзия нормального речевого общения такого. И вот, как бы, близкие люди. Во-первых, ну, конечно, я сама первая к нему приехала, потом всех туда притащила, и все мои друзья к нему ездили, и вот это вот все-все-все, крутила с него. Ну, вот представь себе, ну, женщина, которая его близко знала, однажды приезжает к нему, он ей говорит, Тебе нужно срочно сделать операцию, у тебя там онкология, тебе нужно ее вырезать быстро. Счет опять-таки тоже на дне идет. У женщины, она одна, одинока, с ребенком, маленьким еще школьником. Вот она приезжает к врачам, и они там ничего не находят. Женщина бьется, считая, что врачи все неграмотные люди, не видят, ну, как старец сказал, знаешь. Старец же сказал. Надо сказать, что у него иногда случались очень точные диагнозы, которые медицина не могла поставить. Может, и не могла, кто-то знает. Вот, короче, она ищет себе врача, врача ничего не находит, она на грани просто уже психического срыва. В результате теряет голос, не может петь, а она певчая в храме, то есть это ее хлеб. И она потом не может петь. А ничего там нету? Такое. Или совершенно фантастические истории, когда, я уже рассказывала, как-то у нас был ролик о том, как женятся в церкви, да? Вот приезжает к старцу моя добрая подруга, которая преподаватель, она стала возить к нему всех студентов своих. Ну, у юношей и девушек много вопросов. Она их не только, так сказать, преподавала им. Предмет свой... Старец-то тот же самый? Да, старец тот же самый. И вот она, да, она начала возить к нему своих студентов в сложных вопросах, на которые сама не могла дать, допустим, ответа. Выцерковляла всех своих студентов. Вот. И приезжают, ну, так даже считалось, до сих пор так считается, что если юноша и девушка хотят, например, пожениться, то они должны взять благословение у старца, чтобы у них брак был. От Бога, что называется, да? Только... Отстаться. Ну, не только обвенчаться, но и взять благословение на этот брак. И вот приезжает парочка, которая хочет жениться, а с ними приезжает девушка, просто, значит, вот они все вместе приехали, ну, просто девушка с каким-то там советом. Ну, и вот это, значит, парочка подходит, батюшка там, типа, благословите нас. Он говорит, нет, не вы, вот ты и ты показывает на эту девушку муж и жена, а тебе в монастырь идти. Вот, можешь себе представить, что там начинается? Да, они поженились, благословили. У меня на глазах несколько таких браков было, когда, да, старцу, вот, извините, моча в голову, тюкнет. Он говорит, так, ты и ты под венец через неделю. Люди женятся, вы понимаете, что потом начинается. Вот такое вот. Вот когда людей, понимаете, как, ну, такая, не знаю, в игры разума, да, как пешечки так передвигают, шахматные фигурки по доске, а ты и ты, а почему бы и нет, да? Вот так у них сам себе режиссер, да? Вот так у них творческое воображение проявляется. А ты же думаешь, от Бога мне благословение, да как же, вот, 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 как мне на постриг, да? Как я могу пойти против старца, если мне жить осталось несколько дней? Вот что вы будете делать? Так он же искренне заблуждается, он же вот это ему вот от Святого Духа якобы пришло. А у тебя вся жизнь прахом, и что потом делать? И вот это, ладно, это вот это вот все, и это вот я вам сейчас даже полпроцента не рассказала, чего было на моих глазах у таких странных историй, да? Не только с ним, но и со всеми остальными. И насчет меня в том числе, и насчет моей дочери в том числе, и чего только не было, да? Вот это вот. Ты знаешь, понимаешь, что это дурдом? А, я уже рассказывала в предыдущем ролике про ревность, и как они друг дружку все терпеть не могут. Как это в Евангелии сказано, Христос сказал, что потому люди узнают, что вы мои ученики, если между вами любовь будет. Ну, извини меня, там, до братской любви между старцами, нет, бывало, бывали были очень глубокие духовные друзья старцы, но в основном это была такая уже ревность к своим духовным чадам, вдруг они кого-то кроме меня будут слушать и так далее, и тому подобное. И вот, вот представьте себе, люди, облаченные высоким церковным саном. Один епископ, другой там почтенный священник. Вот. Начинают у меня на глазах, вот этот старец, обвинять друг друга в том, что вот тот, 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 между собой все колдуны. Я такая думаю, ёлки-палки, один епископ, другой, значит, протеерей, третий это сама, а я-то думаю, вот, и что я должна с этим делать? А вы поймите, а мне-то нельзя осуждать, и мне нельзя даже рассуждать. А не у меня на глазах вот это вот, значит, друг к другу. И что делать? Вот. В какой-то момент, вот, знаете, так... Сложнее всего, когда начинаешь понимать финансовую сторону. Вот тут вот уже всё. Вот тут от твоей веры мало что остаётся. Ну, вот так. А потом тебе начинает сниться нормальная жизнь. И всё. Спасибо, до свидания. Вот так. Я ответила на вопрос? Сейчас продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok